Блеск, Арнальд! Шикарный наряд! Ты готов к вечеринке? Выглядишь практически как Клинт Иствуд. Это будет крутое приключение, я тебе обещаю! Оу, кажется, здесь все одеты как ковбои. Но ты не первый, кто скопировал этот образ. Сами ковбои — это копия испанских ковбоев, которых называли вакерос. Они появились задолго до американских. На самом деле, каждый третий из ковбоев был чернокожим, а каждый четвертый — индейцем. И говорили они в основном по-испански, а не по-английски. Краткое введение, Арнольд! Ты действительно сейчас на самом настоящем Диком Западе. И он называется Диким не просто так, приятель. И нигде это прозвище не воплощено больше, чем здесь, в Форт Гриффине, штат Техас. Этот форт изначально проектировался для защиты владельцев Ранча. Город стал популярным местом остановки для ковбоев и преступников. Правоохранительные органы здесь практически перестали существовать. В результате город стал еще более суровым. И похоже, что ты уже стал шерифом этого города. Сочувствую. Мне одному кажется, что в этом городе не очень-то любят шерифов. Арнольд, ты решил первым делом обновить свой гардероб на новой должности? Средняя продолжительность жизни на Диком Западе была в среднем 35 лет. А у шерифов она сокращалась в геометрической прогрессии. А вот и твое первое доброе дело, шериф. А ты думал, что только ковбои ходят с оружием? Фактически, ковбои были безобидными пастухами. Людей с оружием называли ганфайтеры. И они зарабатывали себе на жизнь именно оружием. Самым легендарным стрелком Дикого Запада был бешеный Билли Лонгли. Он убил, по разным данным, около 85 человек. А за его голову была объявлена награда в одну тысячу долларов. Хорошо, что люди тогда не отличались меткостью. Кстати, именно эпоха Дикого Запада зародила в Америке культуру держать дома оружие. Арнольд, послушай, такая музыка точно не к добру. Обычно в вестернах она означала, что в город въехали бандиты, чтобы ограбить банк. Это же грязный Гарри, одноухий Том и красавчик Билл. Почему тогда давали такие очевидные клички всем? Интересное решение, Арнольд. Ты взорвал банк, чтобы бандиты его не ограбили? Да ты стратег! О нет, Арнольд, ты забыл про поезд с золотом! Согласно статистике, во времена Дикого Запада произошел 241 случай ограбления поезда. Неплохая статистика. Ты забыл главное правило шерифа. Револьвер всегда должен быть исправен. Упс, недоразумение вышло. Арнольд, только не пугайся, но ты похоронен заживо. Прям как Родриго Кортес. Да не ори ты. Крик усиливает панику. Сердцебиение — соответственное количество используемого воздуха. А кислорода в гробу у тебя максимум на два часа. Арнольд, телефон! Ты всего лишь на два метра в глубину. Ура! Есть одна полоска сети. Звони близким, они спасут тебя. Но это не точно. Ведь для них ты умер. И они скорее примут твой звонок за чей-то глупый розыгрыш. Попробуй зайти в интернет. Твою публикацию точно увидят. Ну, только после того, как лайкнут кота в смешном костюмчике, новый пост Орианны Гранде и картошку забавной формы. Придумал! Посты с геометкой привлекают на 79% больше активности. А пост о том, что здесь найдена нефть, 100% привлечет Дональда Трампа. В критических ситуациях у человека просыпается животный инстинкт. Но я рассчитывал, что он проснется у тебя. Арнольд, при недостатке кислорода люди часто видят галлюцинации. Может, загуглим, что делать? Не забивай гвоздь на своей жизни, будто это крышка гроба. Выйди из зоны комфорта. Никак. О, убить Билла-2. Делай как у Матурман. Тебе нужно проделать дырку в крышке. Будь сильный духом. Собери всю свою злость, как Наруто. И сильно ударился. Тебе по-любому нужно пробить крышку. Посмотри, что у тебя есть в карманах. Фу, Арнольд, что это? Да я тебя умоляю, они тебе даже вне гроба не понадобятся. О, подойдет. Рвись, бей, будто ты убегаешь от фашистов или от ноющих песен Билли Айлиш. О, у тебя вышло. А теперь ты должен утрамбовать всю землю в гроб, чтобы расчистить себе путь. Ты должен поднять рубашку так, чтобы ее можно было завязать над головой. Это для того, чтобы ты не задохнулся из-за земли, которая будет сыпаться тебе на голову. Арнольд, Арнольд! Очнись! Опять галлюцинации. Проще всего человеку будет выбраться из глубины, которая равна или меньше ее роста. Но поскольку у нас два метра, ты должен пытаться ползти наверх, как червяк. Арнольд, осталось совсем немного. Поздравляю, ты жив! Ну и напугал же ты нас. Больше так не умираю. Это все было только ради пончиков? Ах ты засранец. Ну ничего, сегодня у тебя будет возможность совершить реально доброе дело. Вся планета заражена диареей-вирусом из Китая. Но я сделал твою кровь единственной существующей вакциной. В мире 7 миллиардов человек, и все охотятся за тобой. 195 государств разместило твое фото во всех средствах массовой информации. В базах полиции и не только. Тобой займутся лучшие спецподразделения мира. Ми-6. Разведка Великобритании, которая работает круглосуточно уже 100 лет. ISI. Пакистанская межведомственная разведка. С самой многочисленной резидентурой в мире. 10 тысяч агентов. ЦРУ. Осторожно, Арни. Они используют пытки. Канадская служба разведки с бюджетом на поиск свыше 507 миллионов долларов. Как ты думаешь, тебе удастся скрыться? Ты в каждом мобильном в соцсетях. Кажется, ты стал популярнее, чем Гретта Тунберг. Уверен, она завидует тебе сейчас. Ведь ты можешь реально помочь человечеству. Просто отдай им свою кровь. Всю. До последней капли. За тобой уже отправили элитный спецназ всех стран. Морские котики. Французские жижинь. Китайские снежные барсы. Ну, конечно, схватить тебя сможет любой школьник. Большой брат следит за тобой. Только в Нью-Йорке около 20 тысяч камер видеонаблюдения. Они делают фото, сверяют дистанцию между главными точками на лице. Нос, глаза, рот. Данные конвертируются в нумерический код человека, отпечаток лица и сверяются с базой. Кроме того, в Даркнете любой может купить базы изображений с видеокамер кафе, больниц, торговых центров, даже рядом со зданием ФБР. А значит, узнать, где ты был еще пять минут назад. Лови. Чтобы спрятать лицо от камер, используй очки со встроенными инфракрасными светодиодами. Для камер твое лицо будет выглядеть, как светящееся слепое пятно. Погоди радоваться, ты забыл к ним батарею. Этого мало. Тебе нужна маскировка. Не нужно было жрать столько пончиков. Они спровоцировали излишнее скопление газов. Дай волю ветрам. Выглядишь отлично. Но поисковые собаки найдут тебя по запаху масляной кислоты, пахучему компоненту твоего пота. Не поможет. Достаточно одного грамма пота, чтобы собака учуяла тебя на крыше вон того десятиэтажного здания или на глубине 15 футов под бетоном. Только в США почти 7 миллионов беспилотников. Хватит махать руками. Возьми специальное оружие против дронов. Эта пушка стреляет широким потоком электромагнитного излучения. Так что тебе не обязательно прицеливаться. Достаточно, чтобы поток помех накрыл дрон. И тогда он утратит связь с базой и потеряет управление. Что ты натворил? Затеряйся в толпе, придурок! Целуй, что делать? Есть последнее желание. Что читаешь? Это же три признака маньяка. Первый. У него на лице может быть устрашающая маска. Хм, а ты уверен, что стоит читать такое в уединенном парке? Второй признак маньяка. Нож или другое оружие в руках. Ты точно хочешь узнать третий признак? У маньяка огромные силиконовые... А, нет, не это. Он всегда нападает неожиданно. Борись за свою жизнь, Арнольд! Попытайся как-то отвлечь внимание маньяка и улизнуть. Ладно, забудь. Лучше беги в общественное место и привлекай внимание. Почему никто не реагирует? Психологи советуют вместо слова «помогите» кричать «пожар». Так люди быстрее обратят на тебя внимание. Позвонить в полицию – отличная идея. Теперь через 48 часов после твоей смерти тебя точно начнут искать. Шучу, просто продержись до их приезда. А сейчас беги. Тем более, время на посещение спортзала закончилось. Кажется, ты смог оторваться. Но не спеши радоваться. Некоторые маньяки месяцами выслеживают жертву. И могут предугадать, куда она побежит. Кстати, темный переулок – неудачное место для пряток. Похоже, тебе уже ничего не поможет. Кроме разве что... Втереться к маньяку в доверие. Мотивы маньяков различны. Одни жаждут власти, другие страдают галлюцинациями, а кто-то считает себя очистителями общества. Но абсолютно все они одинокие и глубоко обиженные люди. И если отнестись к маньяку хорошо, то есть шанс спастись. Да, тебе придется вытерпеть несколько пугающих поступков и выслушать его бредовые идеи. Но когда-нибудь это закончится. Главное, ни за что не выдавай свои настоящие эмоции. Помни, спасение придет. Останется лишь объяснить полиции, почему маньяк считает тебя своим лучшим другом. Я был прав, Арнольд. Дело дрянь. Те ребята оказались не часовщиками, а террористами. И поскольку ты кормил террористов, ты тоже террорист. Поэтому тебя отправили в место, откуда еще никто не сбегал. Тюрьма в Гуантанаме. Самая жестокая и охраняемая тюрьма в мире. Отсюда никто не сбегал. Даже не пытался. Потому что это невозможно. А если кто-то и осмелится на побег, то ему придется пройти через металлические двери толщиной 20 сантиметров, коридоры с камерами наблюдения, бойцовских собак, 5-метровые заборы под напряжением, спираль Бруно и дюжину охранников в каждом секторе. Сейчас в тюрьме находятся 40 самых опасных преступников в мире. И ты пополнил их список. Поздравляю. Но несмотря на это, пообщаться с ними не получится. Ведь все заключенные находятся в строго одиночных камерах 24 часа в сутки. Кстати о времени. Время обедать. Посмотрим, что у них есть в меню. Так-так-так, тут есть только особое тюремное блюдо... Ньютролов. Его изготавливают из остатков пищи, без малейшего намека на соль и специи. Господи, меня сейчас вырвет. Не представляю, как ты будешь этим питаться. Ты не будешь это есть? То есть ты решил устроить голодовку в знак протеста? О, зато ты из хлеба слепил куклу, чтобы не скучать. Молодец, Арнель. Но по поводу еды ты, наверное, погорячился. Я совершенно забыл тебе сказать, что Гуантанамо не то место, где считаются с правами человека. Поэтому, если кто-то объявляет голодовку, его кормят насильно при помощи трубки, которую суют в нос. Ладно, не всегда этот план работает. Но не думай, что это конец. Также в Гуантанамо практикуются пытки водой, холодом, музыкой и электричеством. А также вишенка на торте – депривация сна. После всего нескольких дней таких пыток у тебя ослабляются функции мозга и мышц, замедляется мышление, а волю можно теперь легко сломить. Через неделю из-за недостатка сна у тебя начнутся галлюцинации, вследствие чего? Арнольд! 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 Ты меня слышишь? Эх, похоже, у тебя совсем поехала крыша. А это что такое? Ого! Твой хлебный дружок пришел к тебе на помощь? Арнольд, ты свободен! Только откуда у ожившего хлебного человечка лазер? Эх, как я уже говорил тебе, Арнольд, дела у тебя древны. Даже не подумайте, что я пожалел этот кусок дерьма. Или что мне есть дело до ваших комментариев с просьбами отправить его на отдых. Это ему кто-то бесплатное приглашение прислал на озер. На удивление, отличное место. И какое-то подозрительно знакомое. Срань господня! Это же Джейсон Вурхис! Арнольд, пиши завещание. Джейсон — это семифутовый безумец с огромной тягой к насилию. Бежать и прятаться бесполезно. У него есть необъяснимая способность неожиданно появляться позади своей жертвой. Лучшая защита — это нападение. Устрой ему ловушку. После удара молнии Джейсон стал суперустойчив к повреждениям. Но против пилы у него шансов нет. Господи, ты как обезьяна с гранатой. Ничего доверить нельзя. Вот это поворот. Наверное, Джейсон не мог позволить, чтобы ты умер от него рук. Чего радуешься? Вурхис всегда воскресает. Поэтому надо поскорее придумать план «Б». Если его нельзя уничтожить, тогда надо ограничить движение. Если залить его ноги бетоном, он не сможет тебя преследовать. Проблема только одна. Бетону надо несколько часов, чтобы укрепиться. Тебе остается всегда держать Джейсона в поле зрения и повреждать конечности каждый раз, когда пройдет исцеление. Теперь вы вместе навечно. Надо целиться в коленки. Тогда урон будет сильнее и восстановление займет больше времени. Я не понял, что происходит. Арнольд, я твой отец. А тут довольно жутко. Эй, кто выключил свет? Арнольд лучше ничего не трогай. Что происходит? Беги, Арнольд! Матерь Божья, похоже, мы оказались в 13 веке. Прямо во времена Священной Инквизиции. Вот это крутая экскурсия. Основной задачей Инквизиции была борьба с юридиками. Эй, Арнольд, а тебя-то за что? Кажется, я понял. Они приняли телефон за орудие черной магии. Инквизиция плохо ладит с прогрессом. Когда Галилей доказал, что Земля вращается вокруг Солнца, это тоже противоречило католическим представлениям. Арнольд, тебе не повезло. В те времена всех рыжих подозревали в связях с дьяволом. Успокойся. Сначала тебя просто допросят. Присаживайся. Здешние стулья специально сделаны из железа, чтобы их можно было нагреть. Обычно признания добивались с помощью пыток. Тебе нужно отказаться от ереси, Арнольд. Во времена Инквизиции было много язычников. Их обряды принимали за черную магию. Язычников старались обратить в католичество. Ну же, Арнольд, прими католичество, и ты свободен. Это правда. Инквизиция иногда отпускала раскаившихся. Святые угодники, что опять? Похоже, что на тебя кто-то донес. Люди часто обвиняли в ереси друг друга, чтобы устранить своего врага или конкурента. Не знаю, вынесешь ли ты новые пытки. Познакомься, Арнольд. Испанский сапог. Вилка еретика. Колыбель Иуды. Арнольд, я все-таки советую тебе признаться во всем. Вот так. Распишись, что являешься магом-некромантом и гномом. Но есть и плюсы. Пытки закончились. А Инквизиция на самом деле не казнила людей. После признания преступнику выносили приговор в государственном суде. Спокойно, Арни. Никто не будет тебя сжигать. По закону тебе всего лишь отрубят голову. Мы закуем тебя в наручники, а гроб будет металлическим. Готов? Полезай. За прошлое погребение Арни научился главному правилу. Дышать стоит спокойно и глубоко, чтобы беречь кислород. Хватит отдыхать. Нужно избавиться от наручников. Достаточно сломать себе по одному пальцу на каждой руке, чтобы кисть вылезла из кольца. Не хнычь, Арни. У тебя останется еще по два пальца. Используй ремень или часы и попробуй пробить трещину в крышке. Металлический гроб имеет слабые места по контуру. Да ладно, я прикалываюсь, Арни. Тебе не сломать металл. Над тобой два метра земли, которая давит весом почти в две с половиной тонны. Так что третье погребение станет последним. Арни. Арни. Арни, где ты? Ах, ты ж маленький засранец. Да ты гудини, Арнольд. Он также пробирался в секретное отделение. А потом через люк в полуметре от земли выползал наружу. Вот только где люк, Арни? Сюрприз! Ты же не думал, что я позволю тебе так просто выбраться? Плыви наверх, Арни, пока бетон не застыл. О, да, я забыл сказать. Незастывший бетон при взаимодействии с водой образует щелочные молекулы. В твоей коже много влаги. Так что будет больно. Поздравляю, ты справился! Ты сумел привлечь к себе внимание, Арни. Наслаждайся славой. У нас тут вечеринка в стиле Among Us. Это популярная игра. Количество игроков перевалило за 500 миллионов. А это больше, чем население левого полушария. Больше, чем у любой другой игры в истории. При этом 97% игроков играли в бесплатную версию для мобильных устройств. Но большую часть дохода для разработчиков генерировала платная версия для персональных компьютеров. Я не зря выбрал коричневый цвет. Ведь этот цвет выбрасывают за борт реже всего. А вот черный выбрасывают чаще всего. Более 90% случаев. И это как раз твой цвет, Арнольд. Игра началась. Здесь главное действовать быстро. Ведь в любое время могут... А вот и первое убийство. Не переживай, тут много детективов. Они сразу разберутся, что ты не убийца. Упс, по-моему, тебя подставили. Пора смываться, пока тебя не выкинули в космос. В игре нужно выполнять задание, чтобы дать понять остальным игрокам, что ты не убийца. Упс, этот отсек уже занят. Не будем мешать этой парочке. Появилось задание. Тебе нужно потушить возгорание в электроприборном отсеке. Кажется, получилось. Тебе поверили. Быстрее помоги игроку. Кажется, я видел огнетушитель. Арнольд, кто-то серьезно подготовился, чтобы тебя подставить. Тем более, что по статистике отсек электроприборов и админка – самые-самые опасные места. Раз уж ты предатель, тебе нужно взорвать двигатель и выиграть игру. У тебя не получается. Это круто, Арнольд. Значит, ты не настоящий предатель. Поздравляю. Берегись. Поздравляю, Арнольд. Ты стал добровольцем для испытания пули непробиваемой кожи. Вау! Ты еще жив, Супермен? Значит, опыт прошел успешно. Кажется, эти ребята довольны. И хотят повысить ставки. Этот гранатомет выпускает гранату из ствола со скоростью 120 метров в секунду. Ее взрыв пробивает 50 сантиметров стальной брони. Тут нужна кожа посерьезней. Например, из фуллерена. Это самый прочный материал известной науки – аллотроп углерода. И он в 200 раз крепче самой прочной стали. Поздравляю! Твоя кожа из фуллерена смогла выдержать выстрел из РПГ. Чего, конечно, не скажешь о твоем мозге. Ударная волна превратила его в желе. Но, к счастью, ты в суперсекретной лаборатории. Правильно, Арнольд. Идеальное время для побега. Ведь теперь никакое автоматическое оружие не может нанести тебе никакого урона. Тебя невозможно задушить или даже сбить на машине. Но сил у тебя у клипика-то не добавилось. Зато для жу появились настоящие стальные нервы. Но проблема в том, Арнольд, что тебе придется до конца жизни скрываться, чтобы никто не узнал, что твоя кожа... Стоп, что? Да, Арни, вижу, ты на все готов ради лайков. Ну, делай, как знаешь. И сегодня мы узнаем, кто прочнее. Арнольд или РПГ? Что ж, РПГ оказалось прочнее. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться. Погодите. Арнольд, поздравляю. Ты умер и попал в рай. Занимай место в очереди и жди, когда апостол Петр пустит тебя внутрь. Юху! Как же тут круто! Вау! Смотри, это же Джон Леннон! А нет, это всего лишь Иисус. Тут даже есть стена с портретами Бога в представлении различных людей. В древние времена люди считали, что Бог страшен и кровожаден. Например, ацтекскому богу Уицелопочтли постоянно приносили жертвы в ожидании дождя. А древнегреческие боги олицетворяли человеческие качества или явления природы. К сожалению, в христианском раю, в отличие от мусульманского, у тебя не будет 72 девственниц. Зато тут есть Джон Леннон! Или это снова Иисус? Смотри, вот он, Арнольд! У него множество имен. Создатель, Егова, Адонай, Бог. О, он спит. Наверное, ему не стоит мешать, Арнольд. Что ты задумал? Тебе туда нельзя. Это пульт управления миром. Ничего не трогай, ситуация и так не самая лучшая. За последние века уровень религии в мире упал. И у Бога, как у самого популярного создания в мире, появилось много хейтеров. Не вздумай играть в Бога, Арнольд. Человек слишком алчан для этой роли. В истории были подобные примеры, и все они плохо кончили. Арнольд, остановись! Это не шутки! Отлично! Теперь все выходит из-под контроля. Фанатичная вера всегда привозила к войнам. А теперь началась крестово-ядерная война. Арнольд, остановись, пока еще не поздно. Ты меня слышишь? Фух, Всевышний, не сочтите залезть, но слава Богу, вы тут. Арнольд, кажется, тебе конец. Вставай, ленивая жопа! У меня есть кое-что для тебя. Тебе осталось жить 24 часа. Советую загуглить, что делать в таких ситуациях. Ммм, для начала очистить историю браузера. А вот топ-3 ответа на вопрос, как бы вы провели последний день жизни. С близкими. Думаю, Арнольд, это не твой случай. Второй вариант. Наесться до отвала вредной еды. Но этим ты занимаешься каждый день. И, наконец, оказаться у океана с любимым человеком. А вот это уже интересно! Неужели ты сделаешь то, о чем мечтал всю свою жизнь? Упс, кажется, у тебя закончился бензин и деньги. Но можно же взять кредит! Живем-то последний день! Бери максимальную сумму, чтобы почувствовать себя самым богатым человеком на Земле. Джефф Безос, владелец Амазон, за 50 секунд может заработать на новую модель Tesla Model S. Да и ты теперь богат! Можно арендовать свой собственный самолет и улететь куда угодно. Арнольд, что ты задумал? Ничего себе! Ты решил отбить Тагаю у ее парня и забрать ее с собой в путешествие? Арнольд, ты мой герой! Эх, а вот бы как-то открутить время назад, чтобы насладиться этим моментом. А что, если я скажу, что это возможно? Чтобы день не заканчивался, надо обогнать солнце. Надо лететь на запад по экватору со скоростью 1667 км в час. Если лететь с такой скоростью, то всегда будет день. Но это, к сожалению, никак не повлияет на твой таймер. Остаются последние секунды, Арнольд. Ну же, сделай это! Арнольд, ты жив? Понятно. По договору у тебя нет права умирать, пока не заплатишь кредит. Пока, Арнольд!